Здравствуйте! Сегодня презентация телеграм-канала Александра Ставера, военного аналитика, эксперта, журналиста с интернет-издания «Военное обозрение». Наконец-то в телеграм-канале появился Александр Ставер. Ну вот его первая мысль. Как же глупо выглядит сегодня украинская власть? Скандал в публичном пространстве по поводу вагнеровцев – это огромный камень, который упал на голову украинских политиков и власти в полном составе. Интересно, кто сегодня плачет, а кто смеется? В каком состоянии сегодня сотрудники СБУ, которые прекрасно понимают, что, как и почему произошло? Включить дурачка и серьезно рассуждать о том, что кто-то на самом верху слил информацию об операции, не получилось. Операция проходила, судя по тому, что уже известно о прессе и прозвучала в эфирах украинских телеканалов, под полным контролем третьей стороны. И всем понятно, кто это делал, учитывая место проведения и цели этого мероприятия. Открытым остается сегодня, наверное, один вопрос. Какую команду получили украинские политики в отношении Зеленского? Полный слив или маленько попинать для ускорения процесса передачи Украины западному бизнесу? Сегодня все выглядит довольно банально. Мавр сделал свое дело. Фактически, последние события очень напоминают начало ползучего госпереворота. И второй вопрос, касающийся уже украинского народа. Теперьшний скандал для многих станет крушением иллюзий и началом прозрения. Конечно, Майданами многие уже переболели и больше не выйдут митинговать. Но как теперь будут восприниматься действия власти? Кто будет верить тем, кто так жестоко обманывал людей? Кто будет поддерживать тех, кто при первой же опасности предает тех, кто честно служит государству, власти? Так когда ждать новых действий? Любой народ в ответе за то, что происходит в стране. Именно народ. Но, парадокс, большинство отдельно взятых граждан живут по принципу барана в загоне. А что я могу? Я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы были рабочие места, чтобы дети росли и могли планировать свое будущее. И дальше бла-бла-бла. Народ может, а часть этого народа не может. Так народ и состоит из граждан, из людей. Виноваты президент, чиновники, депутаты и все прочие власти мощи. Позвольте, а кто выбирает этих депутатов, которые сразу после получения мандата становятся врагами простого человека? Кто выбирает президента? Кто исполняет преступные приказы власти? Не народ? Инопланетяне, американцы, русские? Украина опять бузит. Читаешь украсми и поражаешься тому, как быстро друзья президента и его клики перебираются в лагерь противников. Украину тех самых простых людей, которые ничего не значат в этой жизни, толкают на новый Майдан, на новый переворот. Смотришь репортажи с киевских площадей и поражаешься тому, как беспардонно сегодня используют купленных протестующих. Никто не скрывается. О чем думают эти люди? Они думают, что если серьезно начнется буза, Зеленский сбежит точно так же, как Янукович? Сомнительно. Клоун уже показал зубы. Клоун уже показал, что будет защищаться. Бежать ему некуда. Я не очень хорошо отношусь к американским аналитикам, специалистам по России и странам бывшего СССР, но в тех прогнозах, которые я слышу от некоторых из них, есть очень здравые мысли. К примеру, еще при нынешней жизни мы увидим вторую Югославию. Смотришь со стороны на события в Киеве и других городах и понимаешь, что крыть американского аналитика нечем. За прошедшие годы так и не случилось того, что декларировалось в 2014-м. Нация так и не сложилась. Запад и Восток страны – это совершенно разные по всем параметрам территории. Очередная буза расколет страну. Сегодня стало понятным, зачем убили украинскую промышленность, зачем убили медицину и образование. Помните расхожую фразу о том, что никто вас не обещал кормить на пути в Европу? А ведь это реально не смешно. Мы видим на Украине реальное воплощение. Что сейчас происходит? Молодежь и наиболее активная часть населения уже вне страны. Работают, получают вид на жительство или гражданство других стран. Они совсем не думают возвращаться. В самом государстве люди мрут как мухи. Огромная оболь населения ежегодно. Напомню и еще одну мысль из прошлого. В Украине, как аграрной державе, достаточно 10-15 миллионов населения. Кормитесь сами. В стране должно остаться столько людей, сколько она может прокормить. 10-15 миллионов селян без достойного образования, достойной медицины. И возможность выехать для тех, кто чувствует в себе силу бросить все и уехать. Не пора ли задуматься? Александр Ставер в телеграм-канале за 23 ноября 2021 года. Ссылка на канал Александра Ставера, как всегда, в описании под видео. Добро пожаловать! Добро пожаловать!